Бой! Первый бой на сегодня! В пятом матче десятого тура! Реды с голами! Ну такое принципиальное противостояние! Кстати, да! Аптека, Хейт, Маус на 32-й, Камарли на перше, Айчел, ТТ на Т29, Делип на Бизоне, Паравоз Диан на Т1. Это состав Редов, они будут сегодня в цвете горчичных. В цвете Блю Курасава сегодня будут голы, Буратино на 32-м, Фаталити на 32-м, Хатик на 32-м, Микробикс на 32-м, Танчик на перше, Экзакт и Шторми на Т1. Ну видишь, вчера мы посмотрели тактику с 5-ю восьмерками, вот отгов Синерджи, и сегодня повторяют практически эту тактику. Гоу, Браво! Да, но Синерджи вчера было 2 перша, А Браво в один перш, но по-тяжелым прошлись. Ребята в 4-е три старых хотят затащить. Ну да, наверное. И вот не знаю, что лучше взять в 29-ку и... И перша? И не, и Бизон, 29-ка и Бизон, да, или взять 32-й. Ну вот, по идее, могут они накидывать по-разному, а вот с другой стороны... Ну мы видели, как, в принципе, Аптека на Бизоне серьезно помогал, кстати, на этой же карте, в прошлый раз, когда она у нас была в пятом туре, да, по идее, как Аптека накидывал, вот буквально на ухе, выходил чуть ли не на прямую наводку, и Бизончиком накидывал по 380, и тем самым сейвил снарядики для 32-х, которые в этот момент там еще сражались. То есть, как бы дополнительный ствол был еще один. Да, ну ладно, по распределению карты, Амарли, смотрит, нету ли здесь танчика на перше, или там каких-нибудь, не знаю, Т-1, или вообще раша 32-х по центру от голов. Ну нету раша, потому что хатик фаталити на полку сейчас залезли, а вот Буратино и Микробикс почему-то сначала решили пройти по низу, но потом тоже решили засейвиться. Скорее всего, голы сейчас будут в деф играть. Аптека здесь ведет за собой атакующую группу, хотя, не знаешь, атакующая группа, мне кажется, сейчас вот здесь, да, остановится и будет ждать. И будет сейвиться. И, кстати, вот смотри, как интересно они расставляют свои танки. Так, чтобы можно было, да, вести перекрестный, ну, более или менее перекрестный огонь, плюс АЧЛТТ сможет, если что, вернуться вот немножко назад и прикрыть там Делипа, если кто-то вдруг пройдет снизу. Говы. Говы вчетвером сейчас на горе, танчик снизу на першинге, смотрит, чтобы их никто не обошел, и, скорее всего, сейчас говы поедут. Ну, по крайней мере, фаталити собирается выехать, посмотреть, кто же там. Да, не спешат, Тоби, команды, пока что так, знаешь, присматриваться. Но мы, кстати, сейчас от головы видим деф, да, именно такой, тотальный деф. Тотальный деф, который, ну, в конце концов, приводит к какому-то месту в ладоре? К одиннадцатому. Ну, кстати, лучше тотальный деф к одиннадцатому, чем что попало к последнему. Да. И, да, не воспринимайте, не будем о плохом, но все понимают, о чем я говорю, и, но, ребят, не воспринимайте это близко к сердцу, воспринимайте это так, как, ну, то, над чем, над чем, может быть, стоит поработать. Я бы так назвал. Стоят говы сейчас. А, подожди, а, перш есть, танчик. Да, перш танчик снизу, танчик не решил, кстати, с ним заходить. Потому что, потому что, потому что, потому что, если здесь поедут раши, то танчик будет всех отвлекать сзади, да, на кида. Не, не, смотри, сначала вот фаталити, ну, вот танки-тристоры могут забрать на себя немного этот урон и шквал, как бы, атаку саму. Поднимутся к ним реды, которые, вот, уже, в принципе, начали сейчас свое движение, дождавшись Амара Ли на перше. Ну, вот видишь, да, то, что я говорил, вот эти последние 150 метров, они заставили команд сейчас только что простоять 2 минуты. Да. Вот эти вот 100 метров сейчас. Вот это 100 метров, да, это 2 минуты. В среднем команды тратят на то, чтобы проехать его, хотя на перше, по низу, мы вчера смотрели, 15 секунд занимает проехать. Да, ну, ребята едут в 8 раз дольше. Кстати, что интересно, Маус сейчас разворачивается. И будет контрей, чтобы сзади никто не подъехал, да? Наверное, не знаю даже, но... Сейчас я попробую переключиться на Делипа, Делипа! На Бизончике. На Бизоне едет уже сюда. Здесь же он. ПТ-шить будешь, что ли, что ли, что ли? Ну, на самом деле, Бизона... Ну, как аптека, помнишь, стоял внизу, вот у нас был бой, да, и аптека стояла, накидал постоянно Бизона, вот такой, вот за таком уже дефу, один в один деф стоял в 4, видит Хейта. Есть, вот, вот то, что я говорил сейчас. И, кстати, Хейт без урона ушел от 4 стволов, вот так вот. Ай-яй-яй. Ай-яй, нельзя головы отпускать. Не успели сообразить. Нельзя так отпускать безнаказанно. Ну, все, теперь Рады знают точно, где стоят 4 тяжика. Я так понимаю, что все четверо попали в засвет, да? Да, где сидит Фазан, или как там? Да, да, да. И тем временем, я так понимаю, что Делиб сейчас на Бизончике переместится, вот где-то в район разбитых шерманов. Разбитых фонарей. Разбитых шерманов, разбитого ПЗ. Район разбитых фонарей. Разбитого шермана, разбитого ПЗ-4, вот сюда вот где-то. А откуда ты знаешь? Он едет уже туда. Ну, аптека туда ехал. Аптека туда ехал, значит, соответственно, и Делиб. Это у них стандартная тактика для того, чтобы выбивать такого плана деф тотальный, который состоит из 4 тяжей. Простите, пожалуйста, за сегодняшний мой кашель. Я обещаю вылечиться к завтрашнему дню. Просто немножко приболел. Ну и стоят. И понимаю, сейчас Рады наверняка понимают, что здесь реально вся сила гол. Что где-то еще есть танчик. Да, Титанчика вот не должны были видеть. И, кстати, мог не увидеть Fatality ТТ, когда выезжал. ТТ же выезжал или Хейт? Хейт. Хейт выехал. Ну вот Хейт сейчас еще раз пытается выехать. Понимаешь, разведчик Хейт. Да, Хейт, да видно. Фаталити, Пепропикс, Буратино в засвете. Понимают они, что щербатая расстановка. И там есть еще один. Есть четвертый, да, понятное дело. Ну вот есть там Хатик. Ну это был под цвет, я так понимаю. Сейчас, да, видно Fatality пошел вперед. Видно Мауса. Ну и скорее всего сейчас от Делипа будут набросы. Да, может в принципе. Поднакинуть. Делип стоит, кстати, вот справа от Мауса. Правее немного. Вообще рядом. Ну вот я попробую показать. Ну, кстати, Микробикс ему не накинет. У Микробикса нет сейчас прямой наводки. Микробиксу надо стать, ну, буквально метров 30 левее. И вниз. Вот туда поскучиться. Там же снизу есть Танчик. Понимаешь? Но Маус его не пропустит просто сейчас к Делипу. А что значит не пропустит? Ну да, Танчику, в принципе, нужно один выстрел. Сейчас, кстати, его обе команды бьют почему-то в скалу. Ну, это так. Пугают друг друга, что ли? Не знаю, может быть. Есть Делип, переместился, но не видят его, ребята. И, кстати, сейчас у него могут начаться проблемы. Видно Мауса. Видно Хейта. Ты понимаешь, вот какая команда сейчас первая выйдет, она может и получить. Не пробил Микробикс. Не пробил. Вот это от Делипа был снаряд. Ну, это было видно, в принципе, понятно. Такой сверху, такой довесик такой, да, пошел? Не сверху, но навес. Почти, почти, почти навесом. Есть еще, еще не пробил. И Буратино еще назад оттянулся, и Микробикс назад оттянулся. Ну, вот постоянно в засвете. И Хатик, Хатик тоже назад оттянулся. Ну, голом сейчас реально, по-моему, вот сейчас как раз именно тот момент, когда они вчетвером должны просто вылететь, снести Хейта, снести аптеку. Ну, танчик потом, чтобы потянулся вот сзади. Все, видно еще ЛТТ, видно аптеку, видно Хейта и 187 всего лишь. А что это за уроды? Делипа видно, и вот сейчас, и вот сейчас Танчика. Есть, Танчик, молодец, добрал Делипа. И сделал, и сделал то, что надо было. Ну, и головы сейчас... Буратино сильно просел. Маус получает. Маус на гусенице, там, могут его не отпустить, по идее... У Хатика 1000 хп осталось. Танчик стреляет, там, да, вот 279... И все, и Маус будет с Амарли меняться сейчас местами, по-любому. Естественно. Маус под фокусом, но не идет его добирать, потому что Танчик будет... Танчик сейчас будет под фокусом, если выйдет раньше времени. Микробикс 232 минус. Буратино 870 хп, Фаталити 800 хп. 716 у Хатика осталось, ай-яй-яй. Понемножку, понемножку, ну, всех чуть-чуть подразобрали, а видно, что хейт по-прежнему фуловый. Ну да, но только... А, и Амарли, кстати. А Танчик тоже... И только по хейту сейчас 280 сейчас дали, а Амарли получает сейчас 206 от Танчика. Ну и у голов проблемы, Хатик буквально на 2 выстрела. 467 хп, 413 у Микробикса. Ну и еще ЛТТ ваншотный, в принципе. Вот сейчас только по Фаталити прошел выстрел, и всего лишь по гусеницам, и берется база уредов сейчас. Понимает они, что кто-то там есть. Один Т1 туда уже поехал. Пока что... Вот, не, так, один уже стоит. Один уже стоит, да, сейчас второй едет. Их видно. Да, и... Или нет? Нет, их не видно. Их не видно. И есть минус. И первый минус уредов. И еще второй, Мауса добрал танчик. Супер. Вот так вот. И теперь 4 в 2, правильно. Выходит сейчас, ребята, даже 5 в 2. И все. Минус хейт сейчас будет, 153. Да, аптека. Теперь аптека с 50% захвата базы есть уже. Не пробил сейчас аптеку танчик. По аптеке фокус. Микробик ставил на лоу-пп, его аптека будет, по идее, пытаться добрать, если Буратини не закроет. Нет, Микробик забирает аптеку. Вот таковы. Так, здесь Паравоз Джан, кстати, на самом деле успел здесь убить, убить Шторми и снять захват с него. Экзак стоит очень близко. Паравоз Джан видит. Видит, видно, кстати, и Паравоз Джана. Уже не видит. Видит опять. Ну и такое ощущение, что Экзак думал там спрятаться, что ли. Да, избивает захват и убивает Паравоз Джана. Отличное владение Т1. Супер. Микробикс пишет, поздно. Одна минута. Действительно поздно. Да, действительно поздно. И это будет ничья, кстати, посмотри, голы достоялись. Ну да, Марли, вот 900 хп, 3 выстрела от 32-х, которые его просто не догонят. Паравоз Джан просто уедет сейчас. Просто уедет. Нет, ну если останется вот 33 секунды и успеет ехать на захват, если ты покажешь, где они вообще ездят. Да нет, не успеют, ребята, это точно. Ну вот ближе всех фаталити, да. Секунда осталась одна. Ну все, это ничья, одна, все, это будет ничья, друзья. Хотя, а Марли уехал не так уж далеко. А, нет, ну а Марли недалеко, а паровая рожан уже в кишке. Уже уже. Марли видит фаталити проезжающего, не будет, не будет, не будет, не будет, не будет, не будет стрелять. Есть, что он появится за свете, за свете. Танчика Марли, с фаталити до 11 секунд на самом деле осталось, так что это уже в принципе ничего не решает. Та-да. Т-1 ребятам не найти. Ну и Амарли, кстати, хорош, добрал 3. Добрал воровского першинга. И это ничья, друзья. Это ничья, но, знаешь, паровоз джан хорош, а Экзакт и Шорми вот что-то они непонятное делали. Экзакт там пытался прятаться где-то в кусте и как-то, ну... Говы показали неплохой фокус и танчик, ну, фокус фаер. И танчик молодец, он вовремя подтянулся, убрал Делипа и все, в принципе, на этом разбор дефа голов закончился у редов. Реды уже больше не смогли, так сказать, эффективно разбирать. Да, так Делип все время мог накидывать, постоянно там по 200, по 300, по чуть-чуть снимать хп, а так остались ребята без арты своей мобильной. Товарищ Грумнир. Один сплошной артефакт, ничего не видно, остальные трансляции... А, помогло, пощелка качества. Все, зомби тебе помог. Спасибо зомби за своевременную подсказку. Ну, просто Делай 10 минут, и поэтому не сразу мы реагируем на все. И если там будут какие-то негативчики, вы же предупреждаете, я могу банить. Окей? Кстати, сегодня, как и уже всегда, да, как у нас... По традиции. По традиции уже, вот какой сегодня будет, четвертый раз, да, или третий? Четвертый. Четвертый раз. Сегодня будет... Конкурс, друзья. Вопрос, да, вопрос в группе, в официальной группе ВКонтакте. Сейчас Танечка найдет ее, и я переключу, покажем. Ну, что все сразу, да. Да, покажем, что это такое. Друзья, у Старладера, да, есть официальная группа ВКонтакте. Это для того, чтобы, ну, социализироваться, быть ближе к вам. Внимание. Чтобы мы могли общаться между тем, что вы посмотрите. Вот нижний слэш Старладер, нижний слэш ТВ, или вот точка Старладер.ТВ. В этой группе вы можете найти расписание матчей. Вы можете найти всякий разный интересный контент в виде видеозаписи. Их с каждым днем будет становиться все больше и больше, потому что мы туда будем их заливать. Повторы наших боев. И также тут есть конкурсный альбом. Внимание, обращаем на него. И сегодня здесь будут опять размочены два вопроса, ответив на каждый из которых, вы получите по 500 голды на свой игровой аккаунт. Если вы не Андрей Попов. Да, если вы не Андрей Попов. Не, ну, Андрей Попов на самом деле... Молодец, красавчик. Имба. Да, он имбовый, как Т110Е. Как Т110Е, да, в последнем патче, который появился. Согласен. Запретить его надо. Ну, или понерфить немножко. Или понерфить. Смотри, кстати, есть... Изменения, кстати. Перетрубации, я бы сказал, да? Вообще, по-моему, это... Минус два Америкоса плюс два САВКА. Плюс два САВКА. И мало того, это каких САВКА, это два СА третьих. Дамаг... Кто? Дамагеры. Просто дамагеры? Просто дамагеры. Почему ты так говоришь? Почему ты не называешь... Ну, потому что мне так сказалось. Сказалось? Сказалось мне. И посмотрим, как со САМИ третьими сейчас ГОВЫ будут работать. Кто здесь тебе сказалось? Ну, и, кстати, ГОВЫ, опять, смотри, полностью всем составом уходят. Сейчас база оставляет одного Шторми только. О, Барли, смотри, чуть не за... Не затаранил только что Делипа до смерти. Ай-яй-яй, у Делипа 14 СКБ. Ну, в принципе, ему много и не надо. Ну, да. Бизончик все-таки. Ну, и интересно, что Амарли и Аптека, и, кстати, Делип ездят сейчас по кишке. Ну, да, мы видели... Раш по центру? Тактику, ну, не раш по центру, проход по кишке, а потом... Выход через песочные часы. Выдавливание, да, вот, через песочные часы. Ну, Буратино, Фаталити, Танчик поехали поверху, Хатик и Триал поехали по низу. Ну, и непонятно, почему Буратино и Фаталити с Танчиком едут поверху, друзья, зачем? Да, во-первых, ИСы третьи ездят быстрее, поэтому можно и было послать поверху. А самим поехать по низу? А самим поехать по низу. Не, ну, подожди, может быть, у них вот что-то есть такое. Может, они по времени просто смотрят, чтобы никто сюда не прилетел, но нет уж быстрого света ни у второй команды. Ну, Т1, не знаю, включит Форсаж. Закись Азота в Т1. Закись Азота, да. Ну, по-моему, Закись Азота была у Двова, по-моему, да, из пчелок на Альфа-Тапке. Альфа-Тапок вообще неоднозначный тяж. Ну, и Говы опять, вот смотри, теперь опять, теперь дефиться будут здесь? Ну, да. Угу. Первый бой ничья. Второй бой пока что непонятно. Маус Хейт, АЧЛТТ чуть-чуть сзади на ДС-девятке. И Амарли с Аптекой уже практически на базе Говов. Ну, вот, если честно, я так смотрю сейчас, у Говов реально преимущество по количеству ХП раз, по силе орудий два. Ну, и почему они играют в дефф, непонятно. Ну, и по качеству. И есть засвет, кстати. Вчера там было. Да, есть. Вот, да, видно Аптеку, видно Амарли, и Шторми уходит. Правильно. Амарли, на самом деле, выстрелил вот рядом здесь в куст, рядом со Шторми. И не попал. И не попал, но тем самым спугнул он. То есть, Шторми подумал, что... Пора уезжать. Его заметили, пора уезжать. Ну, сейчас у Шторми есть шансы получить от Амарли. Плюшку. Плюшку. Ну, и понятно, Говы сейчас все возвращаются, возвращаются на полку, даже ИСы третьи возвращаются понизу. И Амарли не увидел Шторми. Шторми далеко ушел? Шторми в кустах. Зато, 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 я вижу, что Амарли видит, то на полке, а с полки их не видно. Амарли не видят. Вот так вот, чисто все. Никого. Фаталити видно. Фаталити, наверное, забыл вкачать маскировку с новыми навыками. Все, уже не видно. Не, ну, во-первых, Перш у него же, как бы, обзор слегка побольше. Может, поэтому. Ну, это будет тактика с захватом базы. Кстати, вот, что тоже очень интересно сейчас. Вот, да. Делип. Ну, понятно, Делип на Бизунчике сейчас будет пытаться накидывать на полку туда. На полку туда. На полке все уже, по-моему, собрались, да? Да. Экзакт будет здесь тоже подключать. Ну, и так видно, все. Все 32-е на полке. Подожди, а вот Триал там с Хатиком? А ИСы третьи, ну, они поднялись, контрят сзади, чтобы никто не обошел. Уже не контрят, кстати, уже тоже отъезжает. И Делип кому-то накидывает, по идее. Ай, Амарли уже получил, слушай, ай. Амарли уже вот дважды получил, и один раз получил фаталити. Ну, сейчас он опять пропал из-за света, видно аптеку сейчас. Так, сколько у него? Кто пропал из-за света? Амарли? Амарли пропадал из-за света, видно аптеку, постоянно его подсвечивает Шторм и Экзакт. Он 2-1 здесь. Видно Мауса, который проходит вдоль монастыря. Реды пока что без инфы. Ну, потому что головы все спрятались. И с надамаженным Амаром. Амаром. Есть, видно Хейта, видно Мауса, видно, как они обходят сейчас вдоль монастыря. Ну, и, в принципе, сейчас им будут накидывать Хатик, должен накидывать Итриал. Аптеки, аптеки уже накидывают Итриал, да. Тыщ, тыщ, так было слышно, какие-то выстрелы. Ну, все, по идее, засейвились все. Танки Редов. И видят они Экзакт, естественно, этот свет надо искоренять. Убирать и убрали. Я бы сказал, кстати, искоренять. Заходят снизу, видно уже, их рентгеном они просвечиваются. Амарли тем временем, кстати, возвращается. И, скорее всего, у меня такое ощущение, что он по уху там чуть позже приедет. Ну, видно Хейта, видно еще ЛТТ, 38 прилетает в Танчика. Откуда, интересно? Вот оттуда откуда-то. Откуда-то оттуда? Да, откуда-то оттуда. Ну, я так думаю, что это Дели взял. Есть еще 359. Это уже от аптеки. Ну, и да, вот Гоов. А где же ИСы-3? ИСы-3 уже уехали по уху. И сейчас они где-то в районе J2 и F2. Ну, и тем временем сейчас Реды щимят Гоов. Посмотри, они просто заходят на полку безнаказанно, втроем. По-прежнему втроем фуловые. 1.29 и 2.32. Против очень серьезно надмаженного Фаталити. 1200 хп. 800 хп осталось у Танчика. Ну, и Буратино 1100. Видно аптеку. 449 хп у него. 325 получает Фаталити. Нет, ну Гоов, ну так нельзя. Ну что же вы, ребятки. И смотри, Хатик сейчас уже возле базы Редов. Но берется база, кстати. Берется база. Аптека берет базу и заодно забирает с собой Шторми Т-1, чтобы тот не подсвечивал. И пропал, кстати, из-за света сейчас аптека. Ну, и надо сейчас что-то делать, как-то сбивать этот захват. Как-то пытаться выехать. Не знаю. Ну, хоть что-то сделать. Ну, и контрят сейчас. 225 еще по Танчику летает. Триал вернулся. Да, вот Триал сейчас подъехал снизу. На самом деле он мог... Ой, подъехал сверху. На самом деле он мог сейчас подъехать снизу. Снизу? Вот она рыба. И все, и поехали сейчас. Триал и Буратино будут принимать на себя всю дамагу. Они более фуловые, чем Танчик и Фаталити. 274 по Хейту. Танчик попали, горел. 240 осталось у него ХП. Видно еще ЛТТ. А, и ЧТТ. И он засвечивает сейчас Фаталити и Танчика. И аптека здесь может уже отработать. И есть. Минус 240 от Хейта. Минус Хейт. Минус... Минус Фаталити. Бизон накидывает. Ну и смотри, Амар Ли сейчас просто собьет захват с Хатика. Вот сейчас, да? Пора уже. Да, сбил захват. И все. 78. 80% взятия базы сейчас Гоов. Ну и Реды тактически так победили, можно так сказать. Показали свою тактику с лучшей стороны. Растащили просто всю оборону Гоов. Зажали их и не давали им выезжать. 15 у Буратино. Он ваншотный. Да, добрали Буратино. Триал остался. Выживет ли Триал. Ну на самом деле да, выживет. 99, 100. Но уже аптеку он все равно не увидит. Захват он не собьет. И есть. Интересно, кстати, что здесь Амар Ли. Нет. А я аптека еще и вообще там разобрался. 1-0. 1-0 в пользу Рашей. Вот так вот, ребятки. Не стоит играть против Ред Рашей. В Total Death. В Total Annihilation. В Total Death, я бы так сказал. Проблемы. Сами себе сделали проблемы. Сами вовремя не разобрали. Им не стоило запускать Редов так высоко на горку. Ну вот реально. То есть их надо было как-то контрить на подъезде. Вот куда ИС и Третья? Вот они где-то ездили целый бой. Триал и Хатик, да. Они вот правильно отстрелялись по аптеке, но им стоило остаться на той же полке и просто валить сзади по Маусу и Хейту. Я думаю, что им и Сом Третьим стоило обоим уехать брать базу вражескую. Кстати, тоже как вариант. Убить там Амарли, ну если бы они его увидели, да? И потом просто вдвоем взять базу. И тогда уже кто-то из Редов должен был возвращаться. Да, так как Аптека был серьезно надымажен и Хейт завязан был в бою. Слушай, ну вот честно, когда танки будут на ВЦГ и там будет какой-то серьезный приз за первое место, я тебе честно говорю, даже если мне предложат миллион за комментирование, я лучше сыграю. Я лучше сыграю и я вот я вижу, как это сейчас играется и я думаю, что я смогу привести команду к победе. У меня есть тут ребята, с которыми я катаюсь постоянно. Интересно, а если у нас призовой фонд станет миллион здесь в Старладере? Здесь в Старладере, если у нас станет... Шесть тысяч долларов первое место и это только в первом сезоне. Ты знаешь, я думаю, если у нас будет миллион здесь в Старладере, то я тоже откажу. Ты из комментариев уйдешь в игру, да? Я уйду в игру полностью, потому что мне очень нравится эта игра. Я понял. Ну в общем, ждем в пятом сезоне твою команду, я думаю, где-то так у нас все и произойдет. В пятом сезоне у меня уже настолько нагибатерская команда будет. Но есть просто несколько людей, с которыми я играю постоянно, и которые играют постоянно еще и друг с другом, и они сыграны просто вместе. И Раши первых ты не боишься? Раши первых я уважаю. За то, что у них можно, за то, что у них есть чему научиться. Вот за что я их уважаю. Ну и смотри, из первой базы у голов сетап опять же меняется в пользу 1-32 и першинга, более быстрый такой сетап. Ну зачем быстрый сетап, если они стоят в дефе? Вот скажи мне, пожалуйста. Ну першин для рывка берут специально. Хатик, стоим. А, ну это да. Стоим. А реды на самом деле уже тут разъехались немножко. А нет, смотри, возвращаются на места. Посмотри, что я написал. Старт только в 9 минут. Ну все, ну все верно. Ну вот чтобы там Хатик загрузился, да, и сразу вот поехали, допустим. Колу жалко. Все, поехали все. Поехали. Все поехали, да? Да, все поехали. Говы поехали, реды поехали. Молодцы ребята, хорошо, сложено. Слажено. Слажено. Слушай, ну а теперь реды уже всем кагалам, как бы, а Марли вот на перше только туда к центру. А все поехали в кишку. Да, Параладжиан будет смотреть, кто там будет выезжать из уха, а все остальные в кишку. Ну, в принципе, Говы делают все то же самое, что они делали в первом бою. Буратино, Фаталити и Хатик заходят на полку. Слушай, а почему же они не могут придумать чего-нибудь нового? Микробикс тоже, танчик идет снизу, контрит, все. Почему они не могут придумать ничего нового? Ну потому что они считают, что если это у них работает, значит пусть оно у них и работает. Ну как это у них работает? Ничья и проигрыш? Каждый делает то, что он умеет. А выводы? То есть выводы кого они не умеют делать, да? А выводы они сделают после боев. После окончания ладера, когда они там посмотрят. На коме сейчас? Сейчас на 11-м. Ну, сейчас на 11-м. Да, и нацар фьючер, в случае, если победят ПЗЗ, поднимутся на их место. Вот уже будет. Вот уже такая вот. А 13-е место и уже как бы все. И по-украински это до побачения, до побачения. Ну, кстати, не вариант, потому что команда мы из про лиги, которые займут третье, четвертое место, надо будет еще как-то перебороть в стыковочных матчах. Ты знаешь, там на самом-то деле крутые команды довольно в про лиге есть. Ну, я тебе скажу, что в этот раз голы не стали ждать. Правильно. И сразу вчетвером вот так вот поехали. Танчик сзади. Ну, ты знаешь, поздно. Поздно. Ну, Рады под базой. Рады под базой. Ну, приедут, возьмут, все. Да, Буратино, Фатали, Техатик и Макробикс долго будут теперь и возвращаться, и долго будут ехать к захвату. Да, но мы видели только перш. Вот, есть, в засвете появился сейчас кто-то у Шторми, да? Там Шторми стоит и... Там еще стоит, кроме Шторми, еще Экзакт. Вот нажми на левую кнопку один раз и теперь на правую, да. Экзакт. Экзакта убрали. И сразу видно всех четверых, кстати. Вот сейчас будет, кстати, классический захват от рэдов, я так понимаю. Сейчас они кого-то прикроют. Естественно, кого-то, как ты думаешь, кого? Я думаю, прикроют того, у кого и так меньше ХП. Или просто кто последний въедет, как ты думаешь? Я думаю, у 29-го будут прикрывать. Да, ну, тот, у кого меньше ХП. Ну, и почему они остановились? Ай-яй-яй. Танчик возвращается. Возвращается Микробикс и Хатик. Возвращаются на полку. Понятно уже. А тем временем я тебе скажу, что Буратино и Фаталити уже спускаются с полки у рэдов на базе. Вот это молодцы, вот это хорошо. Не растерялись. Поехали, но засветил их там паровоз Джан, увидел. Увидел их, да? Конечно, увидел. А они его нет. Отстрелялся Фаталити сейчас в блайндшот. Видно Амарли, который возвращается на базу. Ну, я тебе скажу так. Амарли только один возвращается. Здесь Маус уже практически в круге. И... И еще ЛТТ за ним сразу. Шторм их видит. И видно Хейта. И видно Аптеку. Что-то за выстрелы. По Маусу 281 пришло. Ну и вот, вот с кого последний вас бил? А, я ТТ на гусеницах. Ну, кого будет прикрывать? Аптека вроде едет прикрывать ТТ. А, Аптека не получал. Поэтому Аптека едет сам прикрываться. То есть, видишь, как... Реды не прикрывают своих. Они сами знают, как можно прикрыться. Все, Хейт стал, Маус стал, ЧЛТТ стал. И пропал сейчас АЧЛТТ. Пропал АЧЛТТ и пропад... Один Аптека только сейчас засветил. Вот только Хейт и АЧЛТТ появилось. Ну и, кстати, вот видишь, злая шутка. Нет арты. Нет арты сейчас у Гоов. Но есть арта у Редов. Но есть арта у Редов, да. Кстати, по-моему, два танка на захвате сейчас так же и у Гоов. Нет, один танк. Один танк. Один танк. А где ждет второй? Рядом ездит. Буратино. И Фаталити просто ездил рядом. Избивается захват здесь. И тут тоже. Так у себя ты смотри, а я постановлю себя. Лучше со Шторми, с него больше всего видно будет. Серьезно. Со Шторми камень мешает. Вот сейчас танчик будет заходить сбоку. И будет видно, как по ЧЛТТ сейчас разрядятся. Постоянно сбивают захват. Здесь классно. Буратино остался в круге, а Фаталити поехал... Добивать Амарли. Да, просто чтобы тот не мешал. Не мешай. И опять сбивают захват сейчас. Ну и танчик будет постоянно. Ну вот с аптеки. Аптека фулловый. Вот если... Давай, может, у тебя 100%. Видно там, да. Видно. Ну и сейчас танчик скорее всего... Фаталити забрал Амарли. Амарли сейчас влетает еще рядом. Весь захват на аптеке. Понимает этот танчик, да? Нет, не понимаю. Не понимает? Ну так объясните им. Еще 86. Фугасами бьют сейчас ребята. Ну правильно, чтобы где-то может быть рядышком... Не попал танчик. Как это? 359. Вообще не попал. Вообще не попал. И минус АЧЛТТ. 60% взятия базы. 70. 60. Опять. 70 опять. Ну и 65% уже... Ну и аптека здесь прячется и прячется. Прячется и прячется. Вот есть опять сбивает захват. И минус хейт. Но весь захват на аптеке. Танчик видит его. Почему бы не выстрелить хотя бы в гусеницу? Есть. Сбивает полностью. Все. Но аптека по-прежнему фуловый. Ну и это скорее всего... Переключайся туда? Взятие базы будет. Микробикс и хатик накидывают. В этот раз от голов. Да, потому что Буратино здесь. Один? Один. Почему он один? И видно пора... Парабу сейчас выйдет и собьет. Посмотри. Нет. Да! Бил захват! 80%! Ты первый сбивает захват. Вот это да! Вот так вот. Это... Ты первый сбивает с 32-го захвата. Это просто кошмар. И смотри, что делает... Подожди, а только когда потеряли голы? Голы потеряли только экзакто. Да, и один аптека остался. Один аптека. Фулловый. Ну и дэлип. В этот раз в него никто не врезался. Фаталити возвращается. А Буратино продолжает брать базу. Ну правильно, а что же ему еще делать? Конечно надо. Шторми постоянно подсвечивает. Стреляет сейчас в аптеку. Нет, аптека выходит из круга. Просто сам вышел из круга? Да, просто сам вышел из круга и сейчас добьет Шторми. Он не видит, где Шторми. Он еще не видит. Дважды получил сейчас он от Хатика и Триала, который на горе. От Микробикса на самом деле. Есть. Видит Шторми и... От Микробикса. Танчик добрал пока что. Дэлип на Бизоне и аптека тараном и убийством таким. Жестким расправился. Но остался один и минус. Фаталити. Фаталити два фрага, да. Буратино, Перш тоже. И счет. И счет 1-1. 1-1. Вот так вот голы говорят. Не так все просто, друзья, Реды. Потерпите немного. А ты спрашивал, почему Реды сейчас всего лишь там на восьмом месте. Ай-яй-яй. Ну потому что. Потому что вот такие вот ребята. играют как Гоу Синерджи, Гоу Браво. Ну и увидишь, Гоу хоть и играют в дефт, но что-то получается у них вовремя. Просто сегодня знаешь, почему сегодня еще Гоу играют хорошо? Потому что сегодня есть Экзакт. Экзакт это парень, которому... Не знаю, по-моему, то ли 17 или 18 лет. То есть он там заканчивает школу, да. И вот по идее у него просто экзамены. Но он в свои 17 лет, он супер командир. Взводный, ротный? Любой. 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 Ну вот, ну ротный. Вот рота своей, вот эта рота, браво. Она существует уже почти год, наверное. Я понял. Ну в общем, опытный БС, опытный командир. Да, они, кстати, раньше играли, по-моему, в какую-то другую игрушку практически все. Там он вроде тоже был командиром. Ну вот сейчас командир здесь. И... По-моему, все отлично он делает. Кстати, Дэдэнджел пишет. Они спецом оставили ему меньше 10%. На медаль какую-то, да? Какая медаль в тренировочной, братиш? Ну давай, 10% заряжающего новая опция. Опа. А-а-а. Безумный какой-то такой, да? Да-да-да. Вот, тот, который... Хорош, ярость. Ярость, да. Яростный. Или безумный. Я не помню. Надо посмотреть, кстати. Да? Чтобы он стрелял чаще. Чаще. Да, кстати, то, о чем я тебе говорил, да? Что можно будет защитить таким образом. Ой-ой-ой-ой-ой. А защитить-то можно. Ну и смотри, ну, ого, еще один новый состав от ГОВ. Да. В этот раз они решили, что два ИСа третьих. Это хорошо. И три три старых. Это хорошо, конечно, но без першинга. Не то. Поэтому один тридцатого они поменялись сейчас на перша. Экзактные штормы по-прежнему на Т-первых. Смотрим, все ли прогрузились. Да, все прогрузились. Все нормально с этим в этот раз. Неприятные ситуации, когда кто-то не прогружается. Команда... Или своя же команда не замечает этого в пылу. Там, в сражении. Слушай, по-моему, сейчас ГОВы просто сделают раш по центру. Да ладно. Да ладно. Посмотри, куда они... ГОВы сделают раш по центру. ГОВы сделают реально раш по центру. Братиш, смотри. Подожди. В смысле, они делают... Смотри! Они едут по центру или они сделают команду, которая называется... Нет, они сейчас прорашат центр. Танчик первый. Буратино фаталити. Буратино за ним, фаталити, хатик и триал правее немного на винограднике. А Морли, ну, не туда. В этот раз не туда поехал подсвечивать. Через песочные часики не поехали. Ай-яй-яй, фаталити врезался в скалу. Мау здесь еще поднимается на самом-то деле. Танчик уже в монастыре. Вот так вот. Ого-го вы. Ну, вот как ты говоришь, кто сверху, тот и прав, по идее. Ну, вот танчик сейчас наверху. И хатик не останавливается, просто ломит вперед. Хатик видно, Маус. И хатик, смотри, сейв-плейс, да, возле домика? Нет? Едет дальше. Естественно, можно и кодача. Брал за ним. Никто по ним еще не отстрелялся. Буратино за ними. Есть там выстрел, нет, был выстрел от Мауса. И все фуловые. По танчику Маус стреляет, танчик Мауса не пробивает. Хатик получил еще раз. Хатик дважды получил. Хейт 400. А Морли сейчас просто сзади будут расстреливать. Буратино получает 196. Вот это Морли. Вот просто сзади он сейчас расстреливает. Ну вот ничего больше не надо. Просто сзади. И даже не видят его. Еще 451 по ЛЧЛТТ. Хатик на 200 получил. Но Хатик уже первый подниматься не будет. Триал будет первый. Фаталити будет за ним. Ты думаешь, они будут подниматься? Да, конечно. Просто подниматься абсолютно невыгодно. Потому что Хейт и АЧЛТТ. Ну вот просто... Видно Мауса. Полки съедут сверху и дадут жару. И поднимаются сейчас. Поднимаются. Буратино будет контрить, чтобы ребята с полки просто не спустились. Есть. Танчик там подразобранный получает еще. А ЧЛТТ и Морли его сейчас, скорее всего, доберут. Факуся, да. По Морли сейчас отстрелялся Хатик. Отстрелялся Буратино. По Танчику еще минус 301. Бланшот сейчас был от Буратино. Ну и Триал сейчас между трех огней. Ну и вот Т-1, да, битва. Проводжан побеждает сейчас экзакто. Видно аптеку, которая пытается обойти сейчас. И его Буратино будет останавливать. 97 по Шторме. Нет? Нет. Танчик. Танчик минус. Минус. Ушел. АЧЛТТ добрал его. Как раз с полки. 281 по Хатику. Ну серьезно, ИС-3 накиду. 380. Я дамага меньше 300. И Хатик с Буратино на самом деле могут аптеку сейчас вдвоем разобрать. Хотя у Фаталити и Триала. Ой, все, минус Триал. И Фаталити сейчас будет тоже минус. А ЧЛТТ? 240 и Хейт добирает. Нет, Фаталити успел добирать ЧЛТТ. И Маус добирает Фаталити. Ну и здесь. Ну вот Буратино с Хатиком как-то долго с аптекой пользуется. Они не пробивают его уже. Они просто его не пробивают. Ну и сейчас Хейт зайдет сзади. Маус уже заехал сверху. Все, минус Хатик. И будет минус Буратино. Хорошая идея, но исполнение, по-моему, голом сейчас немножко не хватило. Исполнение говно. Извините за правду, но блин. Ну как есть. Хотя на самом деле мне и идея не нравится, что она собой предполагала. Во-первых, если такое делать, то это надо делать не сразу, а через минуту двадцать приблизительно, когда встанут, ну, Рэды поднимутся, да. Просто подниматься до минуты-два, минуту и двадцать секунд еще для того, чтобы они могли вот формацию выстроить. Теперь Шторми рашит по центру. Ну, Шторми через шестую линию. Ну, рашит по центру. Просто рвет. Все. На своем пути. Ну и это, наверное, будет 2-1 в пользу Раши. Да-да. Еще шесть минут, ребята, могут и базу взять, и найти Шторми. Нашли, Шторми. Да, есть, аптека видят. Нет, не видит аптека. Хейт отстреливается. Да я думаю, что не будут они по нему стрелять. Пускай берет. Засейвился за маленьким камушком. А, типа Делипу оставьте, да? Наверное. Ну, слишком маленький камушек здесь. И по Делипу дал только что Шторми. 2-1. 2-1 в пользу Ред Раши Тим 3. И как-то, ну, какие-то качели. Все-таки, по-моему, стоило засейвиться там возле этого здания, возле виноградника. Хотя бы вот на немножко, да? Вот, подождать, если бы Маус, может быть, чуть-чуть вниз съехал, да? Там отстреляться по нему, да? Потом уже там 2 танчика держать внизу. А 2 танчика пустить через центр, чтобы они успели заехать там за здание на базе. И оттуда уже отстреливались. И все равно были бы хотя бы на одном уровне. Ну, смотри, танчик на самом-то деле заехал наверх на монастырь. Он мог дать оттуда информацию? Зачем он слез и поехал с Аббекой воевать? Да. С Амарли? Нет, да, во-первых, он мог дать информацию, и можно было не спешить выезжать тяжам. Слушай, ну здесь такое вообще можно провернуть было. Два танка показать, показать танчика, показать, допустим, еще какого-то из-за третьего. Хатик, но если я третьего, да. Нет, зря. Только один танк можно показывать. Танчика? Отвлечь на себя, чтобы раши возвращались. А тяжелыми пройти по уху и зайти сзади. А если бы раши не вернулись, просто засейвились бы уже не вдвоем, а втроем на полке. Ну, все равно бы они обратили в нем... А, в смысле? Просто засейвились на полке? Да, просто засейвились на полке. Они сзади приезжают четвера, и первый выстрел делают они, эти четвера. Ну да, я понял, потому что эти пока развернутся. Да, да, да. Тем более в корму пробивать очень легко. Ну, как-то... Ну, посмотрим, посмотрим. Может, угоф это сейчас получится с первой базы, со второй базы не очень, но раш по центру им пошел. А вот с первой базы... Все, возможно. Вот, по второй базе, по-моему, не такой удобный балкон, чтобы дефить. Сержант Дил, карта построже, чем учет. Делается... Да, деться-то почти некуда. Ну, кстати, да, ты в принципе прав. Хотя, знаешь, ну, город Сухо просстрелялся полностью, молостырь проспорил, деться некуда. В кишку деться, как показали, это раши, когда, ну, пытались взять базу. Бой, показывай. И опять изменения. Да, опять изменения, опять 4-3 старых, и танчик на першинге будут сейчас ездить голы. Ну, а Red Rush Team 1 настойчиво продолжают брать с собой бизончик. Как ты их назвал только что? О, Red Rush Team 1. Ну, и что это у тебя выдало? Выключи меня, включи себя. Давай, да, давай, я пока включу себя. У тебя какая-то... Chrome Error. Я в шоке, что это... Забей. Все нормально уже. Есть, танки работают, это самое главное. Танки работают, ура! Ну, и смотри, Red Rush Team 1 такие, ну, на ухо, ну, ладно, на ухо. На ухо, и поехали, да? И опять, а почему наверх едут сейчас? Будут сейвиться, что ли, там, наверху? По идее, да. У них есть одна, ну, 2-1, и им выгодна ничья. Го, ничья. Невыгодна. Невыгодна. И поэтому они все в 4-ом опять на 2-ом. Хотя бы 1 очко зарабатывать. 1 очко лучше все равно, чем... Ну, а Rush 3, несмотря ни на что, все равно нужна разница хорошая. Да. Потому что, ну, как бы, да, 6-ое место они займут, но, блин. И смотри, я вот Амарли нашел в шторме, здесь будет ли отстреляться? Ну, и видно Амарли, кстати, сейчас. Ну, пульнул он просто, и вот отвлек, наверное, на себя. Отвлек на себя Хатико, но тот не отстрелялся. Нет, Танчик такой, да? Нет? А, Микробикс там последний ехал. Не отвлек Микробикс на себя, да? Нет, все поехали. Все поехали. Ну, и сейчас, я так понимаю, Говы не будут останавливаться. Сэвис, а просто поеду дальше. Да, есть, фаталити дальше. Подсобраться надо. Подсобраться надо было. Адико Буратино. Нет, Сэвиса? Да ну ладно. Ну, Говы, 2-1 проигрывайте, что же вы? Да, здесь уже есть аптека Мауса, ЧТТ, Хейт, уже собрались тяжи. Такое ощущение у меня было, что переезжает сюда еще и Амарли, но... Есть, фаталити сейчас понизу? Ооо, вот так вот Говы что-то придумали. Ну, видимо, да. Не ломают дерево? Нет, ломают, Буратино ломает дерево. Ломает дерево и... Аптека это увидела. Аптека увидела, это да. Или он просто сейчас попадет под всех. И сейчас аптека как получит, ай-яй-яй. На ходу не попали. Нет, не попал. На ходу не попал. Хатик, Буратино, Микробикс засейвили свои снарядики и... Всех четверых видели? Нет, Микробикс, а фаталити и танчик. И все, вот они вчетвером выходят сейчас на одного аптеку. Вот так вот. Да какого одного? Тут все. Тут все. Уже Хатик проседает очень сильно. 712 хп у него остается, фаталити будет его прикрывать. Микробикс куда-то уехал просто. Микробикс у него на место, где бы развернуться кормой. Ну, Хатика сейчас доберут. А ЧТТ, да? Хейт, Хейт, у Хейта есть шансы. Только на гусеницы Хейт ставит. Ой, не Хейт, а ТТ только на гусеницы ставил. Танчик тем временем с Маусом один в один вышел. Все-таки хорошо Реда сделали, что сейчас Мауса развернули и не дали возможность Танчику обойти. Ну и куда же Буратино едет под всех? Сейчас мы минус фаталити. А посмотри, как еще ТТ прикрывает аптеку. И только сейчас Микробикс смог добрать. Ну и Микробикс добрал до Липа, кстати, на Бизончике. Да, и уже получает Атамар Ли. Здесь просто бодрое танковое рубило. Есть, минус. И Танчик, посмотри, зайцы. Привет, такой. Он прорывался мимо Мауса и решил помочь здесь. Есть минус АЧТТ. Ну и минус Буратино. А 2 в 2 минус Буратино сейчас. Да нет, будет 3 в 2, Морли уже очень близко. Танчик получает. Микробикс по Маусу, Танчик по Маусу. Я Морли, откуда не возьмись. Танчик уже по Танчику, ай-яй-яй. Ну... И там еще ты первый встретились, да, у нас? Да, ну давай пока что здесь. По Танчику не прошел выстрел у Хейта, а Морли добирает. Ну и Микробикс 1. Да, Микробикс никого не заберет. Паравал с Джан. Паравал с Джан. Хейт клинчует, Маус. Я почему-то называю Джан. И Хейт добирает. Вот так вот разобрались сейчас Реды. Быстренько так все произошло. Один раз только дали себя обыграть. Один раз сыграли в ничью. И 3-1, друзья. 3-1. Это в шестом, в пятом. В пятом бою.